Доброе утро! На календаре 25 августа. Представляете, как быстро пролетело лето. Уже через неделю у всех школьников и студентов страны снова начнутся трудовые ученические будни. Но эта новость не такая грустная, если посмотреть на нее с другой стороны. Осталось целая неделя лета. Столько всего можно успеть. Начните выполнение задуманного уже в этот четверг. С вами программа «Народное утро» и я, Евгений Семенов. Поехали! Сегодня отмечают один из тех оригинальных праздников, которые привлекают всеобщее внимание своей необычностью – День лазания по деревьям. Его отмечают не только дети, но и совсем взрослые люди, желающие вспомнить то золотое время. Когда еще не было компьютеров и гаджетов, и со своими сверстниками они предпочитали общаться во дворе, а не в сети. Пусть занятие это и слегка травмоопасное, но уж очень захватывающее и веселое. Поколение древесной вершины для ребенка – почти то же самое, что восхождение на Эверест для настоящего альпиниста. А пока вы придаетесь ностальгии, давайте посмотрим, чем еще знаменит сегодняшний день в календаре. Тем, кто часто отправляется в турпоходы, знакома ситуация, когда складываешь все необходимое, а оно никуда не помещается. Особенно остро стоит вопрос продовольствия. Тут каждый старается выходить из ситуации по-своему. Запастись определенной суммой финансовых средств или обходиться минимальным набором нескоро портящихся продуктов. Но безусловным продовольственным лидером в походе остаются консервы. Благодаря британскому изобретателю Питеру Дюранду, мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов, как овощных, так и мясных и молочных. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане комфорта, что быстро оценили военные и путешественники. Идея использования жестяной тары была запатентована 25 августа 1810 года, поэтому в годовщину этого события, а именно сегодня, принято ежегодно отмечать день рождения консервной банки. В честь праздника можно собраться с друзьями на природе и полакомиться приготовленными блюдами с использованием консервов. Меню на все времена. Сегодняшняя дата собрала и целую компанию известных именинников. 25 августа 1530 года родился Иван IV, прозванный Грозным, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый венчанный царь всея Руси. При нем начался созыв земских соборов. Составлен судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы, государственного управления. Были покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Присоединены Башкирия, часть земель Ногайской Орды. При Иване IV прирост территории русского государства составил почти 100%. К завершению его царствования Россия стала размером больше всей остальной Европы. Георгий Николаевич Данелия, российский и грузинский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист СССР, лауреат многих международных кинофестивалей, признанный мастер лирических комедий и комедийных мелодрам, отметил бы сегодня 92-й день рождения. Именно он подарил нам такие любимые зрителям фильмы, как «Кинзадза», «Осенний марафон», «Афоня», «Мимино» и многие другие. Сегодня же день рождения и у прекрасной Маргариты Тереховой, актрисы, режиссера, народной артистки России. На ее счету множество ролей. Вспомните хотя бы ее фильм «Монолог», «Собака на сене», «Д'Артаньяны, три мушкетера», «Давай поженимся» и другие. Сдержанный лиризм и богатство нюансов отличает исполнение Тереховой ее роли в драме «Зеркало», считающейся одной из лучших кинокартин всех времен. Делимся с вами анализом дня от астрологов. По их мнению, первая половина дня благоприятна для общения. Договориться с окружающими будет гораздо проще, чем обычно. Часто вы с полусловок понимаете тех, с кем прежде совсем не ладили. Возможен прогресс в деле, которому прежде было отдано много сил. Вторая половина дня проходит спокойно. Многие увидят ошибки, которые совершили, и постараются исправить их. Вечер подходит для того, чтобы учиться чему-то или заниматься любимым делом. Индивидуальный гороскоп на день ждет нас прямо сейчас в астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака. Овны. День трудовой и ударный. Вы, словно стахановец, решите перевыполнить план. С одной стороны, это хорошо и похвально. С другой, ваши силы и внутренний потенциал требуют пополнения. Нужно чаще отдыхать, иначе никакие заработанные деньги не порадуют. Вечер проведите с друзьями. Тельцы. Гороскоп предсказывает потерю душевного равновесия, но произойдет это не случайно. Вы узнаете что-то неприятное о человеке, с которым долгое время поддерживали искреннюю связь. Будьте внимательны за рулем и во время физической работы. Возможны травмоопасные ситуации. Близнецы. У вас сегодня ожидаются резкие перепады настроения. Вы будете вести себя, как кисейная барышня, капризничать и рыдать. Хорошо, что ваши слезы увидят только зеркало, любимая собака или попугайчик. Лучше не демонстрировать слабости на публике. Все равно никто не оценит. Раки. День будет небезопасным. Во-первых, в бюджете появится огромная дыра. Во-вторых, ваши покупки окажутся абсолютно бесполезными и жутко дорогими. В-третьих, можете соблазниться знаками внимания человека, который мизинца вашего не достоин. Но вечер принесет приятную новость. Львы. 25 августа возможны самые разные жизненные ситуации. Главное, не отступайте от намеченного плана. Здравый смысл возымеет верх над теми глупостями, которые вы могли бы совершить. Бизнес-проекты оценят партнеры, а вот с конкурентами придется долго объясняться по телефону. Девы. Этот день будет слишком авантюрным и неоднозначным. Почему вы так легко попадаете в неприятные истории? Взгляните на свою жизнь со стороны. Возможно, что вы пользуетесь своей энергией не в тех целях. Отсюда и конфликты с человеком, который очень вас любит и ценит. Почти каждый день по всему миру ставятся все новые и новые рекорды. И наша страна совсем не исключение. Делимся с вами достижением садовода из подмосковных луховиц. Он хвастается самой большой тыквой России. Агроному-любителю удалось вырастить плод весом около 900 килограммов. По словам владельца «Чудо-тыквы», рекорд ставился без каких-либо махинаций с химией. Только на натуральных удобрениях. Остается надеяться, что тыква не совершит никаких магических преобразований и не превратится в карету. От интересного перейдем к серьезному и актуальному. Другие новости в Народном Утре. Президент России Владимир Путин согласовал предложение по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Это следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Также она предлагает установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10-45%. В конце прошлого года сообщалось, что правительство России отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Кабмин разработал новую редакцию законопроекта об ужесточении расширенной ответственности бизнеса за мусор. Документ предполагает с 2023 года утилизацию производителями всей упаковки и постепенное увеличение нормативы утилизации всех видов товаров как минимум на 10% ежегодно. При отказе от утилизации производители должны платить экосбор. На всей европейской части России до 28 августа ожидается аномально жаркая погода. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Росгидромед прогнозирует аномалии температуры выше нормы на 7-10 градусов на большей части северо-западного федерального округа с 24 по 28 августа. В Комии и Калининградской области этот период будет чуть короче – до 27 августа. Температура будет достигать 27-32 градусов тепла, сказал Вильфанд. Метеоролог пообещал температуру выше нормы на 6-10 градусов в Центральном федеральном округе и сообщил, что температура воздуха составит 28-33 градуса тепла, а на юге она поднимется до 34 градусов. Вильфанд назвал подобную погоду очень жаркой для августа, особенно жарко будет в Южном федеральном округе. В частности, в Сочи, в Туапсинском районе, температура воздуха прогреется до 37-38 градусов. Аномальное тепло также придет в регионы Приволжского федерального округа. Там с 24 по 26 августа температура превысит климатическую норму на 6-9 градусов и составит 30-34 градуса тепла. Начинается четвертый день недели. Эксперты-нумерологи считают, что вы можете получить сегодня все, что хотите при помощи самовнушения. Нужно лишь настроиться на позитивную волну и сказать себе, что нет ничего невозможного. Числа на вашей стороне. Пятерка безраздельно правит сегодня миром. Это значит, что день будет гармоничным и одинаково благоприятным как для работы, так и для любви и домашних дел. Баланс во всем. О том, как его сохранить, узнаем из продолжения астрологического прогноза для оставшихся знаков зодиака. Весы. Если вы слегка переоцениваете себя в коллективе, то можете потерять расположение надежных сотрудников. Да и начальство вряд ли оценит то, что вы делаете и говорите. Не пользуйтесь чужими финансами, даже если предложат. Это чревато интригами, обманом и даже попаданием в полицейский участок. Скорпионы. Гороскоп советует подумать о своем будущем. Это больше касается профессиональной сферы или личного бизнеса. Нет ничего такого, чтобы мешало вам двигаться вперед. Предпосылок для успеха много, но вы сами себя тормозите. Обязательно запланируйте обучение и посещение курсов. Стрельцы. Если у вас есть семья и дети, то нужно посвятить время именно им. Даже не вздумайте отказывать в просьбах любимых людей. Что касается работы, то здесь все на потоке. Решение важной задачи приведет к глобальному осмыслению своей деятельности. Не планируйте поездки на машине. Козероги. Ожидается масса приятных новостей. Этот день можно смело назвать благополучным и гармоничным. Но! Все-таки один момент выбивается из позитивного списка. И это ваше ужасное финансовое положение. И кто же виноват, что вы набрали займов? Не вздумайте вешать долги на чужие плечи. Водолеи. Сегодня нужно взять курс на духовное преображение. Последние события показывают, что ваш внутренний мир опустошен и незаслуженно заброшен. Нужно читать, посещать курсы или вообще выбрать для себя иную профессию. Вечер можно провести в кругу давних друзей. Рыбы. Не самый лучший день для принятия решений и достижения успеха. Возможно, что вам мешает получить желаемое какой-то человек. Если знаете, кто это, гоните его прочь из своей жизни. Увы, со здоровьем тоже неполадки. Но вы уже в курсе, какие методы лечения помогают. Последние недели лета, как горячий дедлайн. Хочется в короткий срок выполнить все то, что не успели. Если в вашем списке на лето был пункт прочитать хотя бы одну книгу, но вы его постоянно пропускали, то призываю, начинайте прямо сегодня. А чтобы не тратить драгоценные летние минуты на поиск подходящего произведения, давайте посмотрим рекомендации от нашего литературного гуру Сергея Чернавина. Елена Ронина «Территория чувств». Каждый из нас невидимыми нитями связан с местом, где родился и прожил многие годы. Обрывая эти нити, можно поменять судьбу, но можно ненароком и сломать собственную жизнь. 18 лет назад Алексей потерял любимую жену и уехал с маленькими дочками подальше от места, где все они пережили страшную трагедию – в Германию. Теперь он возвращается на родину, чтобы увидеться с сестрой и найти в полузабытой им Москве что-то очень важное. В кузок жизни? Ощущение, что ничего еще не кончилось? Вера в будущее, которое вполне может оказаться не менее светлым и радостным, чем то прошлое, которое он никогда не может забыть. Алексей и сам не знает точно, чего ждет и на что надеется. Но спустя годы готов вновь поступить на территорию чувств. В романе Елены Рониной «Территория чувств» три сюжетных линии, три главных героя. Алексей эмигрирует в Германию, Александр меняет жизнь провинциального городка на суматошную московскую, и Зоя на старости лет продает свой дом и переезжает жить к детям. Автор показывает их судьбы на протяжении долгих лет. Отношения отцов и детей, мужчины и женщины, бизнес в России и в Германии, эмиграция, как она есть со всеми сложностями и трудностями – основные темы этой мягкой, глубоко интеллигентной книги. Наташа Лестер «Швея из Парижа». Наташа Лестер мечтала стать писательницей с детства. Но после окончания школы поняла, что не знает, куда нужно поступать, чтобы получить профессию ее мечты. Девушка выбрала направление маркетинга и связей с общественностью. Много лет сотрудничала с Лореаль в Австралии, была менеджером по маркетингу в Мейбелин. И все же понимала, что это не ее призвание. Она оставила работу, вернулась в университет, чтобы изучать творческое письмо. В своих произведениях Лестер объединила свою любовь к истории, моде, путешествиям и женским персонажам, которые сами творят свою судьбу. Эти темы нашли отражение и в романе «Швея из Парижа». Париж, 1940 год. Молодая швея Эстелла Бисетт вынуждена бежать из Франции из-за наступления фашистских войск. Она пересекает океан с парой франков в кармане, одним чемоданом, швейной машинкой и мечтой – открыть собственное ателье. Манхэттен, 2015 год. Фабьен Бисетт приезжает в Нью-Йорк из Австралии, чтобы принять участие в ежегодном Мэтт-Гала и увидеть выставку работ одного из ведущих мировых дизайнеров готовой одежды. Да, Эстелла, бабушка Фабьен, исполнила свою мечту. Но через что ей пришлось пройти для этого? Погружаясь в прошлое своей именитой родственницы, Бисетта узнает все больше о великих испытаниях в жизни юной Эстеллы, о ее разбитом сердце, трагедиях и жертвах, которые порой приходится принести ради любви. Анья Рейни – химия человека. Наши тела состоят из химических элементов. Это очевидно, но мы редко задумываемся, как важен и незаменим каждый из этих элементов. Например, фосфор укрепляет наши ДНК, калий питает наши зрительные нервы, а благодаря железу кислород попадает в легкие. Мы сделаны из того же материала, что и окружающий нас мир, и можем существовать лишь до тех пор, пока получаем все нужные для жизни вещества в виде пищи, воды и воздуха. Другие важные элементы поддерживают наши технологии и все наше общество в рабочем состоянии. История человеческой цивилизации – это во многом история того, как мы научились добывать необходимые нам вещества из недр Земли и обрабатывать их. Но как долго может продолжаться эта история успеха? Не рискуем ли мы истратить Землю? Физик Аня Ревиния приглашает нас в удивительное путешествие по самым неожиданным местам планеты и сразу по нескольким наукам – химия, физика, геология – чтобы познакомить нас с кирпичиками, из которых сделаны наши тела и все остальное в мире, и рассказать, откуда они берутся. Теперь мы можем увидеть в совершенно новом свете малоизвестных и невоспетых героев периодической таблицы Менделеева и проникнуться к ним, заслуживающим того уважения. У нас сегодня утро легкого выбора. Предмет рассмотрения следующей рубрики – комнатные растения. Благодаря им наши жилища становятся красивым и уютным. Поэтому, представляю вашему вниманию, топ-5 комнатных растений. Смотрим и выбираем. Доброе утро! У кого из вас дома есть собственный сад? Я вот мечтаю о комнате, заставленной домашними растениями. И уже начала исполнять задуманное. Семь горшков зелени уже заполняют мое рабочее место. Думаю, среди вас тоже найдутся и начинающие, и профессиональные цветоводы. В любом случае, для каждого будет полезна наша рубрика. Ведь мы собрали топ-5 комнатных растений. Все цветоводы, спешите к экрану! Первым в нашем топе стоит фикус Бенджамина, благодаря своему красивому внешнему виду и простоте в уходе. Этому домашнему цветку не нужно уделять много внимания. Отличный вариант для ленивых. Предпочтительный температурный диапазон для цветка от 20 до 25 градусов. При низких температурах фикус начинает массово терять листья. А в отопительный сезон не ставьте его возле нагревательных приборов, чтобы избежать пересыхания листвы. Говорят, что фикус благотворно влияет на эмоциональное состояние и отлично дополняет домашнюю обстановку. Проверим? Следующее растение – бегония. Оно делится на три типа – клубневая, кустовая и лиственная. Первая стала самой популярной среди цветоводов. Мы выбрали ее в наш топ-комнатных растений за красоту и обилие цветов. Однако важно помнить – бегония требует регулярного полива мягкой водой. Этот цветок не любит сухость, но и не выносит чрезмерную влагу. Оптимальная температура для активного роста – 15 градусов. Еще одна особенность, про которую следует помнить – попадание воды на листья провоцирует появление белых пятен, поэтому этого стоит избегать. Бегония есть у многих цветоводов, что подтверждает ее популярность. Рекомендую всем тем, кто любит стиль тропиков. Знакомое и яркое название этого растения – драцена – известно многим. Его родина – Канарские острова, поэтому драцена нуждается в тепле. Примерная температура от 15 до 25 градусов. Важный совет – следует периодически давать листьям дышать, помещая их под душ. Известно, что драцена активно растет зимой. В это время ей необходимы регулярные подкормки один или два раза в месяц. Однако следует помнить о том, что она не переносит фтор. Драцена обладает невероятно объемными зелеными листьями, которые точно украсят ваш дом. Следующая в нашем топе – пеларгония. Растения делятся на два типа – низкие компактные кустики с богатым цветением и высокие кустики с менее обильным цветением. Цветки пеларгонии бывают махровыми и полумахровыми. Важно знать, что цветок отличается быстрым темпом роста, устойчивостью к засухе и малой требовательностью в уходе. Именно поэтому она и попала в наш топ комнатных растений. В домашней обстановке она сразу привлекает взгляд благодаря красивым лепесткам разного окраса – белый, розовый, красный, фиолетовый. Особенность пеларгонии в том, что абсолютно любой представитель этого рода неприхотлив во внимании и радует долгим красивым цветением. Растение с необычным названием – антуриум – тоже привлекло наше внимание. Оно способно дорасти почти до метровой высоты. Цветение антуриума начинается в феврале и заканчивается в декабре. Популярностью пользуются гибридные формы цветка, которые во многом различаются по размеру, форме листьев и окрасу. Антуриум попал в наш топ благодаря своему природному магнетизму. Важно помнить, что тропическое растение любит влагу и большое количество света. Для хорошего роста температурный режим его среды не должен падать ниже 18 градусов. Антуриум отлично подойдет для украшения служебных помещений, зимних садов и домашнего интерьера. На этом все. Теперь вы с легкостью можете выбрать себе новое комнатное растение или даже самое первое. Удачи вам в поисках своего цветка и расширении домашнего сада. А это был ТОП-5. До новых встреч! Лично я уже выбрал для своего дома новый цветок. Надеюсь, и вам что-то приглянулось. Этот прекрасный новый день с вами встречал я, Евгений Семенов, и, конечно же, программа «Народное утро». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова